Радио 54 Это кучерявый птицеед, как я сказал, маленький еще. Сколько ему маленький он, сколько это? По возрасту вы имеете ввиду? Ну и по размеру, да, видно, что он... Да, они 15 сантиметров в среднем бывают. Это кучерявый птицеедник. Мне интересно, Дмитрий, вы с ними общаетесь? Ну вот в данный момент, видишь, что происходит? У них имена есть? Нет, знаете, тысячу штук или... Сколько имен не придумаешь. Грубо говоря, там 50-70 взрослых птицеедов. Ну, абсолютно взрослых. Но как-то же вы их идентифицируете? По номерам? По видам. Пауки общие птицееды, и как и любые пауки, они всегда ядовитые. То есть у них такое пищеварение. То есть они впрыскивают яд, точнее фермент, набор ферментов, они следственно ядовитые. Среди пауков-птицеедов нет смертельно опасных видов. Но среди пауков есть такие... То есть это пауки-птицееды, как их называют отдельная группа, это мегаломорфные пауки. Они очень древние, примитивно видящие. То есть и строение у них довольно примитивное. Но, как говорится, благодаря своему размеру они приспособились к окружающей среде и выжили в современном мире. Вот. Сейчас у меня около тысячи пауков-птицеедов. Дома? Дома. Ну, точнее, как сказать, я оставил их у родителей. А, родители не против. То есть еще и родители. Раньше я жил дома, а сейчас я живу в другом месте. А паучков благополучно оставил родителям? Да, но я к ним приезжаю периодически, там каждую неделю по несколько раз. А змей? Змеи тоже там сидят. Ой-ой-ой. Ну, раньше у меня жила очень ядовитая змея, но она, к сожалению... Уползла. Скончалась со временем. А у них сколько срок жизни вообще, вот у всех этих вот гадов? Очень разное. То есть, допустим, если вы имеете в виду гадов, змей, то в среднем там 15 лет, 10. А, ну это нормально. Да, ну всякое в жизни бывает. То есть очень часто там какие-то болячки там... Уязвимы они, да? Да, из-за неправильного содержания, там перевозки, там изменения каких-то паразитов. То есть, ну, бывают также очень распространены опухоли всевозможные. Так, а про паучков? В паучке живут некоторые рекордсмены, такие как... Сейчас называется мексиканский красноколенный птицеед, Бархипельма смитти, он же Бархипельма хамори. Не ругайте. Да, латынь как бы. В основном вот такие пауки все, они обозначаются латынью, потому что русских названий, ну, мало придумано. Вот, самка зарегистрирована 28 или 25 лет вот так вот они будут жить. Самцы живут там поменьше этих видов, 10 лет, там, 7 лет. Ну, в основном, средняя продолжительность жизни, это самки, это 15 лет, там, самцы около 3 лет. А, около 3 даже? Да. То есть, вот, имеете в виду, прежде чем заводить, что они меньше хомячков живут? Ну, да, я когда кому-то предоставляю птицееда и говорю сразу, что, допустим, если вот самка, будет долго жить. Если нет, то не переживайте, там, 3 года он... А это никак не узнаешь под определенного периода времени? Ну, значит, если маленький паучок, то не узнаешь. Ну, там, примерно, там, с 5, 6, 7, как повезет от размера паука, вида, можно определить там. Ну, это очень так сложно, на первый взгляд, то есть, специалист не определит. Ой, шевелится. На них, как на них влияет сибирский климат? Ой, ну, как сказать, если вот они в квартире, при комнатной температуре, это замечательно все. А вот сейчас, вот, как погодка, довольно-таки прохладная, поэтому лучше их не выгуливать в это время. Паукообразные. Они бывают, створки террариума некоторые особо сильные, если створки хорошо ходят, они могут отодвинуть. И так вот несколько пауков у меня сбежало, даже не несколько. И не нашли вы их? Раз 5. Нашел. Ну, это крупные животные, довольно-таки, сантиметров по 15-18, поэтому найти их как-то в квартире, ну, если только они куда-нибудь там... Под мебель. Они вообще куда, стремятся в темноту, в тепло, нет? Ну, в зависимости от вида. Как бы птицееды, особенно пауки, они делятся на наземные, это которые по земле ползают, вот как вот этот, допустим, кучерявый птицеед, который я в студию принес молодого. И есть древесные. Они могут на занавеску забежать, допустим, на потолке сидеть спокойно. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.